Всем добрый вечер. Все устали, наверное, да? Попросили не очень торопиться. Хорошо, я попробую, но осталось мало времени. Я вообще думала, что за 30 минут, что вообще можно рассказать. Все интересно и так всего много, поэтому научить, конечно, за 30 минут чему-то достаточно сложно. Но можно рассказать, возможно, вы узнаете что-то новое, возможно, что-то откроется в вашей голове, какие-то новые горизонты, которые вам впоследствии позволят научиться чему-то новому, прикоснуться к чему-то новому. И я, честно говоря, не ожидала, что прошлое мое выступление, выступление прошлого года, такой резонанс вызовет. И ко мне подходили люди и звонили. В течение всего этого года некоторые с такими, вау, супер, это работает, померили дверь, классно, здорово. И вот буквально сегодня тоже ко мне подошла Юля, рассказала интересную историю о том, как она выбрала дату Пасион Конда Гуа, передвинула кровать, измерила дверь, и в связи с измерениями этой магнитной двери сделала изменения в квартире. И в течение двух недель ушла опухоль, которая до этого не уходила. Злокачественная, как я поняла, да? Водянка, извиняюсь, да? Водянка. Водянка. И в этой связи интересно, что были не только, естественно, те, кому это понравилось, идея, были ведь те, кому и не понравилось. Это совершенно нормально. Буквально вчера мне позвонил один мой коллега и говорит, ты знаешь, один студент сейчас у меня учится, он мне сказал, что он не хочет к тебе идти учиться, потому что ты дверь магнитную измеряешь. Он говорит, да, сори, ты знаешь, я тоже. Он говорит, да, интересно. Многие тоже измеряют, многие мастера. Он говорит, да, но это же нелогично, сказал он. И вот эта фраза, нелогично, но, она важна тогда, когда мы говорим о физике. То есть вот этот стол коричневый, он красный, нет, это нелогично, он коричневый. То есть то, что мы видим, то мы и говорим. Но когда мы имеем дело с такими знаниями, как фэншуй, цеминьдунзя, не знаю, люрен, да, все эти знания, они построены несколько на ином. Да, логика, она существует. Естественно, мы все люди, да, и у нас есть различные качества, различные инструменты, которыми мы пользуемся. Но на самом деле в основе лежит не что иное, как перименология. Это то, о чем всегда говорит Бронислав Финогродский, да, постоянно, что фэншуй – это часть, вернее, как, это прикладной аспект перименологии. А что такое перименология? Перименология – это мировоззренческая система, которая описывает пространство сознания. А фэншуй – это именно прикладной аспект, который рассматривает пространство вокруг нас. Но это и другое перименология. И это лежит в основе китайского мировосприятия, да, вообще многотысячной истории Китая. И действительно, с течением времени, вот чем больше учишься, тем больше приходишь к основам. То есть мы хотим каких-то фишек, каких-то новых работающих теорий, супер здорово, но уходим дальше-дальше от истоков. Просто западное сознание, оно несколько иное, да. И, собственно, то, что я хотела сказать к вопросу об измерениях. Вот сейчас оно такое, через 30 лет оно такое. А кто-то измеряет дверь, кто-то измеряет в трех метрах от двери. Кто-то берет за основу период постройки, а кто-то берет за основу период въезда. Но вы обращали внимание на то, что у всех все работает? Да? Просто если человек следует одной линии, у него это работает. И кто такой мастер? Мастер, который, это тот человек, у которого есть линия, который он следует. Он не говорит, ой, а в этом случае я вот сейчас вот сделаю по дате въезда. А вот здесь, нет, у него своя линия. Есть свои концепции, которым он следует. Да, это то, о чем я всегда говорю. Следуйте линии. Так вот, перемены в этом случае, это как раз важнейший аспект. Мы подходим, делаем измерения. И на данный момент мы получаем какие-то измерения. Да? Эти измерения нам о чем-то говорят. То есть мы делаем какие-то предсказания на данный момент. И эти предсказания, они отражают состояние нашего сознания на данный момент. Вообще понятно, о чем я сейчас говорю? Просто это на самом деле важно, это то, что соединяется вот с тем, о чем говорил Лев Игельник, с работой над собой. Да? Это соединяется с тем, что говорил только что Саша Терехин. Что практикующий консультант должен не только думать о самой системе применения «я», но он еще и должен понимать основы, откуда это взялось. А основы – это Эдзин. И система, которая наиболее ярко рассказывает, ну скажем так, использует Эдзин. На самом деле весь Фэншо использует Эдзин. И Усин – это переменология, это перемены. Пять элементов – это перемены. И Багуа – это перемены. Да? Все эти три грамма. Это все Эдзин. Но вот если говорить о гексограммах, как таковых, то система Сион Конда Гуа – это как раз та система, которая использует, наиболее ярко, скажем так, проявляет и использует систему гексограмм. Собственно, у меня такое длинное вступление, но мне хотелось сказать о том, чтобы вы заглянули внутрь себя и внутрь каких-то книг и учебников, чтобы почитали что-то об Эдзин. И, кстати, вот в декабре месяце мы были в Тайване с мастером Лияо на конференции Эдзин. И я думаю, о чем там будет? Что, неужели о гадании? Вся конференция, да, столько выступающих человек о гадании, мы называем, у нас конференция Фэншо и предсказательных практик. Да, у них называется конференция Эдзин. И как раз там говорили обо всем. И о человеке, и о Фэншо, и о Циминдзян, обо всем. Потому что все это переименология. Правильно я говорю? Хорошо. Так вот, если говорить о теории Сен-Кон-Ду-Гуа, то что такое Сен-Кон-Ду-Гуа? В переводе «да-Гуа», «да-Гуа», «да-Большой Гуа», «да-Триграмма». То есть это «большая Триграмма», по-другому «гексограмма». И если, например, в летящих звездах Сен-Кон-Ду-Гуа, мы используем с вами 15 градусов, то в Дагуа это еще меньше сектор, а точнее 5,64 градуса. И еще меньше 0,92. И вот здесь как раз на этом этапе очень важно правильное измерение. Правильное – это означает, что вы знаете в каком месте, как именно сделать это измерение, чтобы получить ту самую линию гексограммы, которая нам расскажет о каких-то событиях. Поэтому я назвала Сен-Кон-Ду-Гуа такой акупунктурой фэн-шуй. Еще по-другому иногда Сен-Кон-Ду-Гуа называют «файн-тюнинг», то есть тонкой подстройкой. То есть мы уже сделали фэн-шуй, выбрали какую-то систему. Ну, например, поскольку мы говорим о Сан-Юань, например, выбрали летящие звезды, все поставили внутри, но все еще мы используем с вами большие сектора. И нам нужно уточнить, где именно должна стоять кровать, в какой именно точке. Или вы выбрали направление для дверей. Да, это, ну, не знаю, например, это У, да, Юг-2. Но внутри Юг-2 есть еще много точек, много линий, которые могут нам дать тонкую подстройку. Вот эта качественность, да, это то же самое, как в акупунктуре медицине. Есть некая область большая, а есть точка. И если мы знаем, где именно эти точки находятся, мы можем на них воздействовать и иметь еще больший результат, да, еще большую эффективность. Поэтому я назвала Сен-Кон-Ду-Гуа, акупунктура и фэн-шуй. То есть, да, здесь важна точечность. Если говорить о глубине, на самом деле я уже сказала в самом начале, то, о чем я хотела сказать здесь. Все это, все это Эдзин, все это перемены. И когда я мастера спрашивала, а вот здесь вот такая комбинация, ну, мастера Лияо, я имею в виду, у которого я учусь. А вот 2-6, 2-6-2, вот какая разница? А он говорит, все Эдзин. Окей. А вот здесь вот так. Говорит, Оксана, это все одно и то же, это все об одном. Говорит, о чем? Он говорит, Эдзин. Я никак не могла, что он подразумевает, да, никак не могла понять. Так вот, смысл в том, что когда мы понимаем смысл перемен, значение звезд, значение комбинации, вообще понимание всего фэн-шуй, оно меняется. Поэтому глубина, глубина подразумевается, что нужно работать над собой, работать с пониманием Эдзин, вообще работать над пониманием, изучением мироустройства. Потому что перименология это мироустройство, да, то есть как все меняется в нашем мире. Если говорить о внешней, внешней стороне, внешней стороне, то Сен-Кон-да-Гуа использует, как я уже сказала, маленькие сектора. Ну вот, например, например, вот здесь вы видите кольцо 24 гор, да, по 15 градусов. Здесь вы видите кольцо Сен-Кон-да-Гуа, элементов Дагуа, оно уже поменьше, да, занимает 5,64 градуса. А вот здесь вы видите еще кольцо, вот это маленькое-маленькое колечко, это то, которое 0,92 градуса. Это линии гексограмм, то есть у нас есть сама гексограмма с шестью линиями, да, и если мы 360 градусов разделим на все количество линий, то у нас получится 384 таких сектора. И в связи с этим, вот эта градоировка, да, как я в прошлый раз говорила, сколько градусов, сколько градусов составляет измерение нашей двери, уже не столь важно. Важна какая линия и какая гексограмма будет у этой двери. Более того, здесь очень интересный момент, я его сразу расскажу, поскольку у нас времени мало. Вот эти знаки, на самом деле это иероглифы, просто они такие очень маленькие и стилизованные. И они представляют собой детей, власть, то есть вот эти наши пять аспектов, да, на самом деле тут шесть, потому что еще есть родительские гексограммы. Дети, родители, власть, да, родители, дети, родители, власть, сами мы, кто у нас там еще деньги, деньги, да. Вот, и в зависимости от того, на какую линию мы расположили, поставили нашу дверь, мы можем акцентировать внимание на что-то. Ну, например, нужны дети, да, то есть люди не могут зачать детей. И мы делаем в фэншуй что-то для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Мы переставляем кровать, плиту и так далее. Но, если мы еще используем конкретную линию, которая связана с детьми, мы акцентируем на это внимание. Да, то есть это именно тонкая подстройка, мы усиливаем и акцентируем внимание. И, как я уже сказала, поскольку мы говорим о гексограммах, мы можем предсказывать события. Так же, как мы это делаем в Эдзин, когда мы, например, бросаем монетки и получаем гексограмму. Так же мы можем измерить, например, могилу, то есть применимо это для инского фэншуй. Или мы можем измерить дверь и так же сделать какие-то предсказания. То есть мы имеем гексограмму, а эту гексограмму мы можем получить от чего угодно. Можем бросить монетки, можем посмотреть на окружающее пространство, то есть много методов. Это еще один метод. И если говорить об инском фэншуй, тоже, к сожалению, не очень много у нас времени, сразу приступлю. Мои коллеги сделали предсказание о том, кто будет президентом Сингапура. Вот в прошлом, в 2011 году. И сделали они это на основе Сион Конда Гуа. Они нашли могилу, где похоронена бабушка доктора Тони Тан. Господина Тони Тан. Бабушка, бабушка, не Гренд Маза. На самом деле остальных кандидатов в президенты, могилу остальных кандидатов в президенты, они не нашли. Ну то есть это еще не их, а их родственников, извиняюсь, предков. Предков не нашли. Но могилу предков доктора Тони нашли. Извините, господа, я нечаянно. Вот это могила бабушки мистера Тана. И кто вот был на курсе по Сион Конда Гуа. Наташа, да? Мы были, а не, мы были, сами померили. Действительно у нас получился это гексограмма, это линия, это было 4.1, шестая линия. То есть вот у нас Ира делает измерение могилу. И что получилось? Можете все это прочитать, я в каких словах скажу. Получилось, что именно эта линия и именно эта гексограмма связана с этим человеком. Если мы получаем какую-то гексограмму, это не значит, что эта гексограмма будет благоприятна для всех, даже если она хорошая. Она будет благоприятна для определенных членов семьи, для определенных родственников. Мало того, есть определенные года, когда именно у этих родственников произойдут определенные события. И исследовав жизнь Тони, выяснилось, что он рожден в год Ген Чен, Ген, то есть, да? И все основные, основные, ну какие-то важные, да, вехи в его жизни происходили именно в года Ген. Года Ген. И именно шестая линия гексограммы 4.1, она связана с небесным стволом Ген. Так вот, в 2010 году, в году Ген Эйни, он принял решение баллотироваться в президенты, и в 2011 году он победил. То же самое мы можем делать и в Янском фэншуй. Да, то есть, это один из аспектов применения Сен-Кон-Ду-Гуа. Следующее, чем еще для нас интересна, может быть, система Сен-Кон-Ду-Гуа, это тем, что она дает нам возможность укрыться от Ша. То есть, если в нашем окружении есть какой-то некрасивый объект, разрушенная гора или еще что-то, да, как в Сан-Хе у нас есть методы, да, с помощью которых можно укрыться, так и в Сен-Кон-Ду-Гуа тоже существует. И есть люди, на которых это Ша может не повлиять. У мастера, грандмастера Япчинхая была даже целая лекция, да, по-моему, в Сингапуре, да, он рассказывал, называется Вне Гуа, когда он рассказывал о том, на каких людей может не повлиять что-то неблагоприятное, оказавшееся вокруг нас, да, то есть что-то с внешней стороны. Поэтому, так же, как я уже сказала немножко об этом, Сен-Кон-Ду-Гуа способен привнести из гексограммы отсутствующий элемент, имеется в виду аспект, или акцентировать уже существующий аспект нашей жизни, деньги, отношения, здоровье и действия. Ну, это то, о чем я сказала. То есть, если нам чего-то не хватает, мы делаем фэн-шуй, а затем докручиваем, да, то есть делаем вот эту вот точную настройку на определенный какой-то аспект нашей жизни, которого не хватает. Для этого мы можем чуть-чуть, чуть-чуть дверь изменить, да, ее развернуть для того, чтобы получить именно ту гексограмму, ту линию гексограммы, которая нам необходима. Но, поскольку гексограмма занимает меньшее количество градусов, нежели гора, да, 15-ти градусная гора, или Сен-Кон-Ду-Гуа, это 5,64, то все еще мы можем остаться в той горе, которую выбрали для летящих звезд, но выбрать ту гексограмму, которая будет соединена вместе с нами, которая будет соединена с теми людьми, которые будут жить в этом доме. Соответственно, этот человек получит больше эффекта, большую результативность. Также Сен-Кон-Ду-Гуа может дать возможность использовать воду там, где ее по правилам использовать нельзя. Это вот такой интересный момент, например, вы все знаете, ну, кто изучает фэн-шуй, о прямом, о воде прямого-непрямого духа. Ну, можно сказать, да, линкшен и джэншен, да, то есть две системы, там, где вода у нас может быть, и там, где воды, воду мы не хотим видеть. Ну, например, мы сейчас находимся в восьмом периоде, на северо-востоке у нас должна быть гора, а напротив находится юго-запад, здесь два, здесь должна быть вода. Но, если мы изучаем Сен-Кон-Ду-Гуа, то даже на северо-востоке мы можем найти такую гексограмму, в которую эту воду мы поставить можем. Это, знаете, это как, например, всем известно, что яд может отравить. Но несколько капель могут вылечить. То есть здесь то же самое. То есть если мы поставим воду куда-то на северо-востоке, могут быть проблемы. Но если мы знаем точку, конкретную точку, куда мы можем эту воду расположить, мы можем получить огромный большой эффект. Следующее. Сен-Кон-Ду-Гуа позволяет найти точное положение кровати, стола в пределах 5,62 градуса. Опять же, то, о чем я говорила. Например, с точки зрения летящих звезд или каких-то других систем, вы нашли место для кровати. У нас есть вот такая вот большая такая длинная стена. Кровать у нас занимает метр шестьдесят. То есть мы можем кровать поставить сюда, можем ее поставить сюда, можем ее поставить сюда. Но мы все еще можем быть в этом центральном секторе, который мы выбрали, который благоприятие. Так вот, а конкретно в какое место? Это и есть вот эта точная подстройка. То есть это то, что как раз нам даст чистоту эксперимента. Вот эта вот точность. Ну и еще раз, да, все это мы можем перечислить. Я хотела бы вот что в конце сказать. Чтобы вы не применяли, какую бы систему, Сен-Кон-Ду-Гуа, летящие звезды, Сан-Хэ, Чимин-Дун-Дзя, Абсолютно любую систему, Следуйте одной линии. Другое дело, что эту линию очень трудно иногда выбрать. Но если вы ее выбрали, Не отступайте от нее. Обязательно делайте что-то. Не рассуждайте, Ой, это работает, это не работает, Я не знаю, это логично, это не логично. Просто пробуйте. Вас никто не может убедить в том, Что именно это будет работать. И это будет работать. Просто если вы будете делать И получать результаты, Именно у вас это и будет работать. Именно в этом вы будете мастером. Спасибо.